Всем привет! Меня зовут Ирина. Приветствую вас всех на моем канале. Сегодняшнее мое видео будет посвящено эксклюзивной нишевой парфюмерии компании C.L. C.L. это российская компания. С 2002 года она, ей уже 20 лет. Компания производит парфюмерию, косметику, товары для дома, питание, БАД, витамины, в общем, много еще чего. Компания считает себя как полный цикл. Это означает, что компания сама производит парфюмерию, косметику и сама ее продвигает при помощи дистрибьюторов и консультантов. Я тоже в данный момент зарегистрировалась, являясь партнером полноценном компании C.L. Про компанию C.L. я рассказывала, как у меня начиналось знакомство. Началось, естественно, как любитель парфюмерии. Я узнала, что есть такая компания C.L., которая изготавливает хорошую парфюмерию. Ну, решила попробовать. Думаю, что за парфюмерия зашла. У нас здесь в городе есть офис продаж по этой компании. И взяла несколько пробничков, один ароматик взяла. И потом пробнички разносила, уже взяла полноценно. И вот как раз у меня там есть видео «7 ароматов» от C.L. Кто не видел, я снимала. Оставлю ссылочку в инфобоксе. Кому интересно, заходите, смотрите. И вот после этого знакомства, в общем, я сделала вывод, что, ну, очень даже парфюмерия отличного качества, а цена вообще, ну, прям, недорого. Вот. И думаю, а если я еще и зарегистрируюсь, так я вообще буду брать, можно сказать, со скидкой почти 40%, чуть ли не наполовину, да, скидка очень хорошая. Ну, гораздо выгоднее. Поэтому я решила зарегистрироваться, как бы, ну, смысл, чтобы способ покупать дешевле, я могу там уже несколько парфюмов брать, пользоваться, вас знакомить. Ну, ну, тем более, если очень классная парфюмерия. Вот. А с недавнего времени компания, как я узнала, уже, наверное, где-то месяц назад, компания соединилась с компанией «Сибирин Велнос». Я думаю, эту компанию уже все знают. «Сибирское здоровье». Эта компания производит конкретно у них уклон на витамины и БАДы. Очень хорошего качества. Вот. Эта компания чуть старше, чем «Сиел». Она, по-моему, 2000 года. Ей уже, ну, порядка 22 лет. Да, где-то так. Вот. Я не знаю, с чем это связано, с чем они соединились. Ну, в общем, они решили как-то, ну, соединиться и развиваться дальше, идти вместе. Там мне, ну, там скинули маркетинг-клад. Я посмотрела, думаю, очень там у них выгодное предложение. Думаю, что бы, помимо того, что я буду пользоваться и так и так покупать парфюмерию, косметику, почему бы еще как бы у них на это даются бонусы и как бы, пусть небольшой, но какой-то там у меня будет заработок. Почему бы и нет, думаю. Плюс подарки там, всякое такое. Подарок я уже, кстати, получила 2 парфюма, чему я очень рада за первый месяц. Ну, я просто большую скупку делала парфюмерию для знакомства, как бы, вот, и по таким ценам, тем более. Вот, и думаю, почему бы и нет, можно как бы и зарабатывать. Если есть желание, оставлю ссылочку на регистрацию в инфобоксе, то проходите, регистрируйтесь, чтобы пользоваться со скидкой парфюмерии. Там хотите, можете зарабатывать, хотите, можете просто быть прелегированным клиентом. Компания как бы не настаивает, там, не заставляет, никто никого там, ну, в общем, вы меня поняли, да? Ну, как обычные сетевые маркетинги. Здесь, как бы, так все нормально, все прозрачно. Вот, и также витаминчики пользоваться, да, убрать там все. Там же правильное питание есть, в общем, для диабетиков, там у них очень много продукции. Вот, и оставлю еще, на всякий случай, номер своего клиента, потому что зайти на сайт без номера клиента не получится. Нужно номер клиента, если, допустим, у вас нет желания пока регистрироваться. Вы можете пользоваться моим номером клиента, номером моей диабетиковской карточки. И также по этим же скидкам закупать продукцию, витамины, парфюмерии. Хоть по интернету, если представлен магазин в вашем городе, узнавать. И можете также в магазине просто назвать продавцу-консультанту мой номер клиента. И вам, как бы, опустят по этой, соответственно, со скидкой товар. В общем, вот, вот такое было очень небольшое вступление. Хотела просто вам рассказать. Вот, и теперь непосредственно приступим к нашей теме. Хочу вас сегодня познакомить с замечательной, эксклюзивной их коллекцией флюидов. Нишевая парфюмерия у них считается Сиэль. Прошу, к просмотру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У них получается, аромат из флюидов состоят у них три аромата. Женская парфюмерия. Выглядят они вот так. В такой коробочке. Уж одним из них я уже знакомила вас, когда знакомилась. У меня есть видео. Вот так вот выглядят флакончики. Это женская парфюмерия. Повторяюсь, это эксклюзивная нишевая линейка. Относится аромат к нишевой парфюмерии. С нишевым звучанием. Вторые три линейка, три аромата. Ну, тоже такие же. Унисекс идет у них. Такие они идут. Тоже такие же, только в черной коробочке, с черной крышечкой. Сель написано, с черной этикеточкой. Это унисекс. И у них еще есть три аромата. Там, по-моему, серебряная крышечка. Коробочка, наверное, тоже серебряная. Мужская линейка. Ну, мужскую я не брала. Планирую муж тоже взять. В будущем. Вот, пока что я, вот у меня. Сегодня, на сегодняшний день у меня линейка женская. Три полных. Все три у меня есть. Сегодня буду рассказывать о них. И унисекс у меня тоже все три. Один у меня полноценный. И два пока пробничка. Тоже собираюсь приобрести. Два пробничка тоже расскажу вам о них. Вот. Итак, начнем. Первый аромат, который я хочу вам рассказать, называется Parafluidus in Love. В переводе влюбленная. Аромат, да, вот как раз он говорит о романтичной девушке для влюбленной. Да, да, хоть влюбленная, хоть не влюбленная. Но вот этот аромат оденешь, ты однозначно почувствуешь влюбленный. Аромат очень прекрасный, романтичный. В нем хочется вот прям как-то вот одеть романтично какое-то платье, пойти на свидание. Вот там даже вот с молодым человеком или с вашим же так же супругом, да, в ресторанку, да. Ну, вот такой вот он. Именно вот для влюбленной парочки, для двоих. Или хотите, чтобы на вас там мужчина, допустим, обратил внимание, пожалуйста, вот этот аромат нанес. И вот он как-то вот точно незамеченный тоже не будет. Потому что аромат, звучание у него очень шикарное. Сейчас я открою, читаю, как позиционирует его компания. Аромат, пишут, затягивает, словно омут. Бескомпромиссный, глубокий, пробуждающий любовь. Верхние нотки у этого аромата. Бергамот, ревень, личи, мускатный орех. Так, давайте нанесем на блотер. Берем изучать. У меня вот такие вот тоже блотеры от Силь. Какие вот. На блотер наносить. Аромат уже, конечно, все носила. Все уже знают. Врача не просто. Не буду все время наносить на себя все это делать. Потому что они очень стойкие, очень шлейруют. Как бы. Так, у кого ветра, я вам почитаю еще ноты. Средние ноты, ноты сердца. Пион, ландыш и роза. Роза вот сразу стартует. Вот у них хотя верхние ноты. Бергамот, ревень, личи, мускатный орех. Я сразу слышу розу. Ревень сразу слышу, личи. Бергамот, цитрусики. Все, все вот это есть. Мускус сразу. Вот мускус у них в базе. Базовые ноты. Мускус, амбра, ваниль, сантал. И направление флорентальное, прозрачное. И, кстати, вот эта вся их линейка флюидов. Вся вот эта нишевая и женская, и унисекс, и мужская линеечка. Они все, у них номинанты, победители, в общем, в номинации коллекшн премиум. Фи-фи или фай-фай, как она правильно читает. Вот, они все победители. Вот еще что вот. Меня заинтересовала эта линейка. Плюс, что она нишевая, эксклюзивная. Но мне вот этот вот конкретный аромат, да, вот, когда я его, я еще начинала с пробниками с ними знакомиться, потом уже приобрела полноразмерный. Пробник у меня есть, но не стала я уже его доставать, раз у меня есть полноразмерка. В общем, вот как раз от пробника, когда я его разнашивала, да, мне сразу он напомнил аромат Делина Де Марли. Только Делина Де Марли, она вообще очень громкая, ну, вот кто знает этот аромат, да, очень прям яркая такая, что вот удушить может, если его передозировать, да. Вот там вот одного пшика достаточно будет целый день благоухать. И то его наносить надо не куда-то спереди к себе, чтобы он вас не душил, а вот где-нибудь там сзади, или вообще может где-нибудь там под коленочки или куда-нибудь. Здесь в изгибе, ну, уже и так будем благоухать. Не переборщить с ним. Вот с этим, вот с этим переборщить невозможно. Его можно хоть сколько наливать, но он также стойкий, такой же шлейфовый, такой же вот, такой же романтичный, ну, реально, да, вот красивый и более нежный, да. Вот он как раз влюбленная женщина, он более нежный. И что мне вот это вот больше понравилось, чем в Делине. Делина все-таки у меня вызывает головную боль, и я долго не могу с этим ароматом находиться. С этим я спокойно ношу, вообще все прекрасно, никакой головной боли, ничего. Действительно, ощущаю себя прям красивой, романтичной, особой. Вот прям хочется вот какой-то романтики. Вот когда мы с мужем устраиваем романтические вечера, вот я его одеваю, этот аромат. Вот действительно аромат шикарный, романтичный, сексуальный, загадочный тоже. Вот эти, а у них линеечка, да, у всех флюиды, они все какие-то, они загадочные, всем надо разгадывать. Они многогранные, они играют, они меняются. Они вот все, вот все, которые у меня есть, поносила все, вот просто. Вот сегодня так звучит, завтра уже как-то по-другому. И вот все вот эти нотки как-то открываются по раздельности. Вначале вот как прям слышишь одно, точно другое. Они как бы вроде все совокупности, где-то вот потом промелькает там то одна нотка, то другая. Ну, в общем, играет. Многогранный, вот такой не монотонный. А что сказать, у Делине, да, у Делина как-то у меня одинаково звучит, все эти ноты. Там вот прям сильно, сильно прям ревень выдает, роза вот сильно. Здесь он меняется. Здесь и цитрусики, да, вот все. Цитрусики его еще обравляют, что он становится более, наверное, легким. И более он такой даже со свежиночкой, свеженький. В общем, классный такой аромат. Действительно романтичный для влюбленной девушки. Описывают аромат. В нем царит роза. Да, противоречивая и непредсказуемая. Оттеночная нотами личи и бергамота. Она звучит нежно и игриво. Действительно, аромат играет. Очень игриво. Очень романтичная розочка. Что в следующее мгновение покорить своим сложным, насыщенным, густым аккордом. Дуэт пиона и ландыша звучит удивительно тонко, но мускусно-ампровом фоне с легким ванильным флером. Колдовской аромат для истинной женщины, которая пробуждает чувственность и любовь. Очень красиво звучит, правда? Ну, действительно, аромат. Аромат шикарный. Аромат. Вот его одел, и вот сразу расслабляешься. Как будто у тебя крылья сзади прорастают. Прорастают, да? Сразу хочется где-то витать в облаках. Где-то на какое-то свидание пойти. Какой-то романтики хочется, да? Хочется выпить даже бокал шампанского легкого, да? Вот чтобы это вот... Быть вот этой эйфорией влюбленности. Ну, красивый, шикарный аромат. Девочки, вот пробуйте. У них вот такие вот пробнички. Разносить спокойно. Мне прудничка хватило, чтобы понять, нужен мне этот аромат или нет. С удовольствием, конечно же, приобрела полную размерку. У них большие размеры идут не сотка, а 90 мл. Вот. В таких вот коробочках. Такая вот крышечка у них добротненькая, красивенькая. Вот сбоку вот так она повторяет рисунок коробочки. Вот сбоку коробочки вот такие вот золотистыми. Видите, вот такие вот. И это как бы повторяет. Очень так красиво, так минималистично, да, лаконично все выглядит, как классика. Я люблю такие вот коробочки, я уже говорила. Так что вот это был первый аромат. In love, влюбленная. Про романтичных особ. Мне кажется, в любом возрасте, хоть молодые девушки, хоть в возрасте, да, хоть в преклонном возрасте, все мы имеем право влюбляться, да, и также любить, и любим. У кого вот есть, да, уже свои мужчины, да, вот у меня, допустим, муж, я его. Мы уже с ним в этом году 19 лет живем, и у меня, у нас, люблю, у нас никак не пропадает. Мы как любили, так и любим даже, возможно, какие-то были, всякое, конечно, но... Любовь, она всегда, в общем, да, если настоящая любовь, она всегда будет. И аромат, оно поможет сделать еще более романтичный, более расслабленный. Мужчинам, конечно, вот этот аромат, ни одна девушка мимо не пройдет, обязательно в этом аромате вас любой мужчина заметит. Так что пробуйте, девочки, разнашивайте, аромат просто шикарный. Так, следующий аромат из этой линейки будет у меня Anytime. Anytime как раз у меня, это самый первый мой аромат из этой коллекции, который приобретала, как раз он был в распаковке в первом видео компании C.E.L. Вот, сейчас я вам про него тоже прочитаю. Так, аромат Anytime переводится в переводе в любое время. Вот, это утонченный, манящий, безупречно элегантный аромат, который уместен всегда. Да, для меня этот аромат, аромат роскошной женщины. Вот этот аромат, вот, я его, конечно, ношу на каждый день, вообще, мне вот, я вот его прям, когда я его так приобрела, я прям вот носила его, прям в запой было, очень понравился он мне. Но под него все равно хочется вот как-то вот выглядеть более так роскошно, принарядиться, да. Вот этот аромат очень подойдет для выхода в свет, в ресторан, там, куда-то в клуб, да, какой-то там, ну, в общем, аромат роскоши. Аромат вот для какого-нибудь такого вечера, там, какой-то вот праздникового, да, вот. Вот, незамеченный в нем тоже, не останетесь вообще никак. Этот аромат, я уже говорила в первом видео, когда приобрела его, сравнивала с кирки. Он действительно мне напомнил кирки. Но, опять же, не полностью отдаленно, где-то, наверное, в базе, да, вот он раскрывается уже похожими нотками, не такими свербящими, как кирки, да, кирки тоже мне, кстати, как и предыдущий аромат, о котором рассказывала Делина де Морли. Тоже он слишком яркий, кто знаком, знаете, да, он тоже может удушить, не переборщить, там тоже вот один пшик, надо, где-то отдаленно от себя наносить на затылок или под коленочки, или там на запястье, но никак не сюда, потому что аромату душу тоже, кстати, вызывает головную боль. Этот нет, эти вот все ароматы обыграны очень так. Этот аромат легкий, он на старте раскрывается цитрусами, что дает ему тоже более легкости и свежести. Но также он очень стойкий и шлейфовый, очень красивый, у него легкий такой, амбровый такой, мускусный шлейф. В обрамлении вот этих цитрусиков всего. В общем, давайте нанесу его тоже на блотер. Ноты у них совершенно разные, даже сравнивала. Да, вот он мне напомнил в базе какой-то вот, ну вот это вот чуть-чуть, но вот так совершенно они разные. Хотя, кстати, на фрагрантике тоже пишут, что он напоминает кирки, выдать тоже кому-то напомнил. Вот, стартует сразу цитрусами, свеженькими. Вот, кстати, у них верхние ноты. Апельсин, персик, лимон, клубника. Вот, персиками и цитрусами он стартует. Персики они дают, как-то смягчают аромат. Цитрусы дают свежести вот это вот. Лимон здесь еще, клубничка. Вот он сразу вот этим и стартует. Кирки он не так, по-другому. Ноты сердца. Фиалка, красные фрукты, букет белых цветов. Цветов здесь, да, вот цветы прям вот все прослеживаются. Он цветочный. Тут уже персик, лимон, клубничка. Вот все в этом управлении звучит очень красиво, очень шикарно. А в кирке, по-моему, там, по-моему, не клубника, там малина. Ну, кому интересно, можете почитать, сравнить фрагрантику кирки. Я сейчас уже не буду вдаваться и сравнивать у меня аромат. Как бы сегодняшняя подборка не об этом, не о сравнении. Рассказать вам их не. Они совершенно разные, близко. Это, я говорю, отдаленно очень похоже. Где-то это чуть-чуть в базе прослеживается. Но совершенно другой аромат. И тоже базовая нота у него. Древесный аккорд, амбра, бобы тонка, мускус, гурманный аккорд. Ну, ароматы все гурманные, естественно. Нишевая линейка, они все, да, ароматы гурманные. Также здесь богатая пирамида. Все вот это вот. И цитрусики, и фрукты, и цветочки, и амбры, и деревяшечки. И ванили, и мускус, ну все-все. Тоже направление также фриентальное, прозрачное. Очень вкусно. Вот этот, он не задушит вас. Вот этот спокойно я трепшика наношу, как обычно. Сюда, на затылок, на запястье, все. Трепшиков я благоухаешь весь день. Шлейф от себя ощущаешь. И стойкость все на весь день у меня. У меня кожа холодная, на мне вот так. Не знаю, как она горячая. Потому что горячая быстрее слетает. У меня вот ароматы все, в основном все долго держатся. Очень классное звучание у него тоже. Вот этот аромат, да, этот аромат роскоши. Вот под него действительно хочется прямо или одеть красивый костюм, или красивое платье. Ну, в общем, куда-то принарядиться, выйти в свет. И блистать. Вот я поэтому тоже, говорю, не замечено, не останется. Так же, как с Киркиной. Кирки там точно за километр тебя очует. А здесь даже вот так мимолетом пройдет у вас молодой человек, да, или к там кто, девушка даже, без разницы. Шлейф вас услышит, но незамеченным точно они останутся. Очень красивый, элегантный, такой роскошный шлейф. Прям вот роскошный, шикарный. В общем, аромат флюидца. И не таем в любое время. Флюидос от Сиэль. Это был второй аромат женский. И переходим к третьему аромату. Аромат флюидос Ванмо называется. По-моему, в переводе еще один, если я не ошибаюсь. Сейчас мы посмотрим. Да, Ванмо переводится еще один. И этот аромат вообще прям аромат для меня загадка. Я как бы не сразу его поняла, этот аромат. Тоже, повторяюсь, я его вначале разношула в таком же пробничке. И тут этот аромат каждый раз раскрывается по-разному. Даже сейчас я его приобрела уже в этом, уже более так хорошая, ощущая его. Он каждый раз для меня прям загадка. Он сегодня так звучит. Завтра он совсем по-другому. Каждый раз всегда вот аромат вообще, этот аромат статусный. Статусный, деловой женщины. Аромат элегантности. В общем, это для каких-то там деловых встреч. Какой-то контракт подписать. Ну, в общем, поняли, да? Вот такой вот деловой бизнесвумен женщины. Вот такой вот я позиционирую его. Потому что очень дорогой, очень статусный. Очень необыкновенный. Вот с этим ароматом уже точно, мне кажется. Любой контракт будет подписан. Поэтому только вот войдете вы, и у вас все заметят. И вот все. Женщина, как говорится, на высоком пьеде стали. Статусный бизнесвумен. Даже так он шикарно звучит. Я вот его сейчас все-таки обновлю. Я нанесу на блотер. Так, сразу не подносим. Маленько даем выветриться. Так, и почитаю вам нотки. А позиционирует его, как бархатный чувственный аромат, разоружающий своей откровенностью. Верхние нотки у него. Бергамот, кардамон, кумин. Да, вот тоже бергамот, такой вот с цитрусом. И вот этот пряный бергамот. Кумин, видать, дает пряность. Или гардамон. Пряные нотки сразу идут. Бергамот такой вот в пряном обравлении. Такой вот красивым. Сразу стартует так красиво. Потом он будет меняться. Вот этот очень-очень меняется. Он каждый день, на каждом... Видать, еще такое впечатление, что вот как будто он зависит от настроения. Или как вот... Я не знаю, как он у нас действует. Все ароматы, да, вот эти как-то действуют наше подсознание. Я уже говорила, они все вот флюиды. Это вот какой-то флюидник, или что? Что вот так действует. Что вот он звучит всегда по-разному. Каждый раз наносишь на себя. И как-то вот он для меня прям загадка-загадка. Очень тоже шикарный аромат. Ноты сердца. Сантал, жасмин и слива. Вот жасмин. Ну, статусный, статусный аромат. Это не какая-то там сладость, там легкость, да. И этот прям такой элегантный. Аромат элегантности. Статусный, статусный бизнес. И базовая нота у него. Амбра, пачули, бобы тонко. Направление тоже флориентальное, прозрачное. Ну, все, видите, у них вот такое у него везде, что база, что это все у него. Вот, бергамот, кардамон, куминс, сантал, жасмин, слива, амбра, пачули, бобы тонко. Все такие вот нотки. И при том, что он не звучит мощно, что ядерно, что прям вот от вас будете шарахаться. Нет, он тоже звучит так. С ним не переборщишь тоже. Он как бы и нелегкий, и не ядерно. Такое звучание среднее, но тоже стойкий и очень тоже шлейфовый. Вот этот вот аромат, он ни на что не похож. Я его ни с чем не могу сравнить. У меня, по крайней мере, я ни с одним таким ароматом похожим, ни с чем не встречалась. Вот этот аромат, он прям вообще загадочный. Так, сейчас почитаем описание. Он обнажает чувства. Он влечет в новый мир, где есть только она и ее ощущения. Ну, то есть вот ты такая вот вся деловая, бизнес-вумен. Вот ты одна такая, и вот никого такого нет. Ты королева, да? Вот такая вот вся бизнес-вумен. Такая вот женщина-женщина, которая вот все сама. Я все сама. Я все везде одна. Я все сделаю сама. Я такая баба. Баба-мужик, да? Ну, это я уж так. В общем, контрастный, необыкновенно, гармоничный. Он водоражит сердце, пробуждает эмоции. Тандем фруктов и специи, оттеночный, жасминовый аккордом звучит многогранно. Вот говорю, многогранный аромат. Очень вот меняется. И ярко увлекает, очаровывает, окутывает ароматный вуалью. Ну, действительно, ты в нем как коконю. Он тебя окутывает. Ты вот сама наедине с ним. Ну, он, кстати, не такой. У него не такой длинный. Он шлейфовый, но не такой длинный. Вот, ну, примерно на метр-полтора мимо к вас пройдут. Да, сразу вот этот аромат почувствуют. Так, чтобы он где-то вот длинный. Он не такой вот, как, например, Any Tame. Any Tame тот, прямо у него длинный такой хвост. Вуальшлейф такой красивый. Вот. In Love тоже самое. А вот этот, то это вот аромат. Вот, да, так и позиционируется в него название. Да, только я, или как там еще один. То есть, вот только ты в этом аромате. И никто, как бы, не нужен. Вот я вот такая вся, смотрите, вот, дошла. В общем, вот такой. И при том, что он такой многогранный, играет. Вот этим ароматом уж точно вообще никак. Я говорю, аромат королевский, статусный. Вот только вот, да и таких особ. Бизнесвумен, королев там вот. Вот, вот, вот я прям вижу вот в этом аромате вот таких вот женщин. С королевскими, королевской кровью. Шикарный. Вот в этом аромате сильно наденешь на себя, будешь чувствовать себя королевой. Мне он очень, я говорю, не сразу поняла, а сейчас я просто вот в него прям влюбилась. Ну да, его вот на каждый день не оденешь. Потому что, ну, вот ему надо тоже какой-то вот. То есть, хотите произвести впечатление. Где-то вот, да, вот такой на какой-то встрече. Вот это, вот, вот, вот с ним точно произвести впечатление. Вот он просто вот на высоте. И ни у кого такого аромата нету. Он ни на что не похожий. Будете только вы вот так вот звучать. По-королевски. В общем, все, линейка и закончилась. Женская. Переходим на унисекс. Унисекс полноразмерный пока у меня один. Аромат называется Inside. Унисекс. Аромат Inside в переводе проницательность. Вот этот вот аромат. Аромат озарения. Аромат вспышка. Аромат прикосновения. Аромат энергии. Вот в нем все ты успеваешь делать. Он прибавляет какой-то тебе энергии. Вот ты ее на себя делаешь. И вот и как это, как батарейку ставил. Даже вот если вот ничего не хочется делать. Да, вот был у меня такой вот апатий. Ничего не охота. Я вспомнила об этом аромате. Что вот он придает такое. Думаю, дай попробую. И действительно, я делаю. И вот через буквально какие-то минуты. Минуты 3-5. Вот так, да. Все. Он как мозг включается. Как будто начинает работать. Ты вот как-то подзаряжаешься этой. Как будто тебе, говорю, батарейку поставили. Все. Ты очухался. И ты начинаешь все делать. Вот он действительно вот так работает. Вот тут заряд энергии прям вспышкой идет. Он тоже стартует цитрусами, бергамотом. Тоже пряный. Тут и перчик, и все. Так, сейчас я отрываю плотер. Этот аромат прям вообще. Я сейчас им тоже упиваюсь. Мне он так понравился. Прям вот я не знаю. Это что-то с чем-то. Это, я не знаю. Красота во флаконе. Я люблю, да, такое все унисексовое. Такое в мужском стиле. На мужчине его тоже вижу. Это аромат унисекс. Вообще. Что мужчина, что женщина будет носить. Он такой, да. Аромат. Классный. Вспышка, да. Вспышка, энергия. Все. Вот в нем мозги вот куда-то начинают кипеть, работать. Великолепный аромат. Давайте нотки прочитаем. Верхние ноты. Апельсин, бергамон, бергамот, кардамон, кориандр. Вот я говорю, сразу я вот и здесь слышала, и на блотер нанесла. Сразу вот цитрусики и пряные цитрусики. Это вот как раз придает вот это вот кардамон, кориандр. Очень старт красивый, очень прям шикарный. Ноты сердца. Жасмин, магнолия, шафран, роза, бархатцы. Шафрану тоже дает вот это вот красоты, брутальности, пряности, гурманности. Вот это, да. Розочка даже есть. Ну вот мягкую ноту чувствую, наверное, это роза. Пока вот непонятно мне. Она не такая роза, как вот, допустим, да, Венлав. Роза прям такая нежная, влюбленная. А здесь она такая, ну уже, извините, с такими-то нотками, как пряностями. Жасмин, бергамот, кардамон, кориандр, шафран. Конечно, тут будет роза немягкая, но она такая, грациозная, видать, как вот такая, металлическая, или как ее назвать. Роза вот такая. Она тоже вот красивая. Шафраны тоже многогранные. Базовые ноты. Абра, кедр, дубовый мох, гурманный аккорд и шипр. Вот здесь вот этот аромат именно в базе. Чуть-чуть тоже, ну, не совсем, отдаленно, да, вот, отголосками. Мне напомнил Бакараруш. Вот это есть. Вот это вот, я не знаю, что там, дубовый мох, вот этот гурманный аккорд, шипр, лиабра, что это дало. Есть отдаленно. Оно все перебивает цитрусами, вот этими пряностями, бергамотом, вот это все, жасмином. Но в то же время где-то отдаленно прослеживается. Потому что на блотере, что на кожу, вот я ношу его, да, вот сейчас почти каждый день наношу на себя. Прослеживается есть. И мне нравится. Как бы сама Бакараруш, она вот явная, да, вот такая вот сразу. Вот это кому-то йода, кому-то что-то слышно, вот это все, да. А здесь, здесь она вот эта вот, именно красивая нота Бакараруш прослеживается. Не вот это, не йодес, не петушки, а вот это вот базово, в шлейфе, в шлейфе вот Бакараруш красиво звучит. Как бы на коже мне, вот я подношу, мне не нравится, как он пахнет. А вот в шлейфе, вот я слушала не от себя, вот мне говорили, что вот красиво. И вот от других девушек, да, слышу, шлейф у него красивый, мне нравится в шлейфе. А вот как вот на коже он звучит, Бакараруш, мне не нравится. Здесь, здесь вот совсем другое. Здесь именно вот это вот звучание, которое в шлейфе, красивое от Бакараре, взял вот этот аромат. Все, остальное все совсем совершенно другое. Очень красивый, тоже такой, тоже элегантный, тоже дорогозвучащий, шикарный. Вот в этом аромате, мне кажется, вот для меня, по крайней мере, здесь есть прям вот все. Элегантность, тоже статус, тоже роскошь. И, ну, тоже для меня он тоже такой аромат сексуальный и брутальный одновременно. Ну, ну, все в нем, все. Что мужчина в нем будет такой, брутальный мужчина, что женщина такая вот, такая роковая женщина. Вот я считаю вот с этим ароматом. Такая вот для смелых, таких вот красивых, роскошных женщин. Очень красивый. Тоже знакомьтесь, приобретайте пробник, кто такой же любитель или гурманник, как я. Вот этот аромат я вот точно вам зову. Тем более, кто любит Бакаро Руш, попробуйте. Это совсем другое. Нет, это не Бакаро Руш далеко, здесь вообще разные все ноты. Я прям сравнивала, даже наносила. Они разные. Вот именно нота в шлейфе красивая здесь есть. Она отдаленная, в перемешку вот с этим всем. Совсем другое звучание. Мне вот это больше даже нравится, чем Бакаро Руш. Бакаро Руш уже тоже поднадоело. Как-то уже все пахнут. И как-то не хочется уже так звучать. А это, это совсем другое направление. Вот это прямо я сейчас вот запоюсь с ним. Обожаю классный аромат, шикарный. Так, и остались у меня два пробничка. Давайте вначале поговорим вот об этом. Это у меня флюидес табу называется. Табу это у нас получается как бы создавать табу, ломать табу пишут, бросать любовь с головой. Табу его позиционируют как, что должны его носить, ну, тоже аромат не секс, как одевать его вдвоем с мужчиной, чтобы быть вот в этом табу, как бы вот вместе с головой. Вот, допустим, поехали вы там куда-то, там вот сейчас, допустим, лето, да, какой-то там на даче или загородный, домик отдыхательный, также домик где-то там на берегу моря сняли, да, или, может, возможно, он у вас есть. Вот там вдвоем уединиться, вот нанести обоим вот этот аромат и вот уйти вот действительно в омут головой в унисон и вот вспомнить вот, как там вот происходило ваше знакомство, вот это вот разговор, ну, в общем, вот это вот все вот полностью, вот он вам вот эту вспышку, вот это вот все проявит какие-то новые чувства. Вы вспомните, как у вас происходило ваше первое знакомство, вот это вот, как оно вот это все вот вытянет и даст вам, как бы, новую вспышку любви. Ну, так вот, допустим, да, вот уже тут давно живет с мужчиной, как бы, вот хотите вот это вот, вот с ним попробовать, вот это вот такой аромат табу, вот это вот о нем. Ой, аромат тоже очень-очень сложный. Вот надо его действительно мне тоже так же попробовать. Это его так позиционирует, как я вам рассказала, что его надо вот так вот с мужчиной куда-то вот, со своим любимым, уехать, нанести вместе и быть в унисон. Надо попробовать. Мои мужчины так сделают. Как это будет, сыграет. Вообще вот оно, вот оно, вон такое, они вот такой вот ассоциации. Так, читаю нотки. Первые, верхние нотки. Листья фиалки, бергамот, кориандр. Кориандр с бергамотом слышу. Нота сердца. Перец, ландыш и роза. Базовые ноты. Амбра, пачули, ваниль, оттенки кожи, древесная, с цветочными нотами. Этот аромат тоже для меня загадка. Я его пока понять не могу. Наверное, надо вместе нанести, в единице и, возможно, в унисон вдвоем от мужчины так вот от себя вот по-другому и вот как-то вот понять. Он красивый. Да, он тоже красивый. Он дорого звучащий. Но пока сложно для меня. Буду изучать. Еще у меня тут дофига. Тоже вот одного намаза. Все, благоухаешь. Очень стойкий, очень тоже шлейфовый. Поэтому даже вот этого прудничка надолго хватит, чтобы понять и разносить нужный к тебе полноразмерный плакон. Будем разношивать. Буду с мужем на него наносить вместе. Буду пробовать. Аромат красивый, да. Но пока вот не пойму я, кому он больше подходит, женщине или мужчине. Ну, наверное, как бы там все... Ну, в общем, здесь описывает аромат для сильных натур. Ну, да, вот для сильных, смелых. Сильных натур, понятно, для мужчины вот спокойно в этом аромате будет ходить, а женщине это прям надо подстать быть мужчине своему. Вот. Для сильных натур, которые не боятся преград, утонченное звучание фиалки переходит волнующий дуэт ландышей и розы. Оттеночные и перечные нюансы. Он пульсирует в такт сердечным ритмом. Теплый фон из нот пачули и ванили, украшенный легким кожным аккордом, звучит насыщенно и благородно. Все будет так, как хотите вы. И никаких табу. Вот. Вот такое описание. Вот. И вот его советуют носить вместе с мужчиной. Так что вот, буду пробовать. И если вы хотите, тоже так же можете приобрести пробничек и попробовать. Кто любит такие ароматы унисекса? Сильные женщины. Если вы такая сильная женщина, то это значит аромат для вас. Надо пробовать. Так. И последний аромат называется Fluid Just Me. Аромат Just Me переводится только я. Вот. Вводит, да, так же. Да, только я переводится. Вот этот аромат пишу для неисправных гедонистов. Кто знает, что такое гедонист? Еще посмотрю. Мне интересно, что такое гедонист. Секунду. В общем, читаю. Гедонист. Что это такое? Гедонисты и гедонизм. Кайф без наркотиков. Пишут. Это такое общество. Оно разделено на части. По критерию искренне у рыбка на лице, изучающая позитив. Причем гораздо больше людей вечно недовольны чем-то. И сей факт не обязательно зависит от материального статуса или семейного благополучия. Абсолютно здоровые и успешные люди не умеют быть счастливыми. Получать от жизни удовольствие. Вот это вот. Гедонисты. Человек, который наслаждается жизнью и постоянно счастлив. Зачастую становится изгоем общества. Гедонист – это человек, который способен взять от жизни все, при этом может отдавать часть наслаждения. А, наоборот. Человек-гедонист – это человек, который, наоборот, может взять от жизни все и при этом еще может отдавать часть наслаждения другим. Его основной целью является постоянное получение ощущения кайфа в состоянии вечного счастья. Понимаете, что такое гидонизм? Вот теперь я буду знать. Вот. Читаем. Изысканный прагматизм. Изысканный прагматизм с легким налетом самоуверенности. То есть этот аромат для самоуверенных в себе мужчину или женщине, без разницы кто его будет носить. Этот аромат у нас же унисекс. И мужчина может носить и женщина. В общем, это для самоуверенных. Леймотив аромата его энергетический посыл жить в ритме современности. Брать все лучшее из предложенного. Быть всегда на волне. Получать наслаждение от достигнутого. В центре парфюмерной композиции взбитые сливки. Вкусный кульфи. Нежный жасмин и опьяняющий шафран. Идеальное сочетание пряностей и свежих цветов с насыщенной гурманской палитрой вызывает ощущение абсолютной полноты жизни. В общем, поняли, да, для каких людей этот аромат. Так, давайте я его сейчас нанесу на блотер. Вот этот аромат мне очень понравился. Вот что действительно я уже хочу приобрести. Это вот полный флакон. И пока вот этот аромат на табу, пока я еще не готова. А вот этот я буду брать. Как возьму, разношу более-менее, еще более подробно, потом вам расскажу в описании. Вот этот аромат прям, я даже его на себя нанесу. И этот прям мне вообще зашел. Он действительно, от него получаешь наслаждение. Я прям, мне его хочется постоянно вдыхать и вдыхать. Я вот нанесу, вот так вот, в течение дня, да, или вот так вот лягу, вот перед сном нанесу. И вдыхаю, и вдыхаю, прям балдею от него. Действительно, аромат кайфа, аромат наслаждения. Вот действительно, да. В нем все, все. Мне кажется, вот в этом аромате все вот эти, что я вам рассказала, и все, что есть в этих, вот в этом все есть. То есть и влюбленность, вот я влюблена в этот аромат, да, влюбленность и наслаждение. И как бы дорого звучащее. Я тоже увижу, тоже аромат роскоши. И на расход, и также на выход его одеть очень, как бы, в центре внимания будешь с этим ароматом. Тоже он ни на что не похож, как ванмо. Тоже ни на что не могу его ни с чем сравнить. Ни на что. Это аромат. Сам по себе я не встречала такой вот роскоши. Тоже статусный, дорого звучащий. Вообще ни на что не похожий. Роскошный. Тоже и элегантный. Одновременно тоже и сексуальный. Вот все в нем, все. Действительно, аромат наслаждения. Вот этим ароматом тоже ощущаешь счастье. Единственное, хочется этим делиться с другими. Вот я с вами делюсь. Я хочу, чтобы вы тоже приобрели и почувствовали этот аромат счастья. И тоже вот были счастливы. Вот как я. Вот я сейчас вдыхаюсь, но я не знаю. Это аромат счастья. Это аромат наслаждения. Это действительно кайфу. Классно. Давайте сочетаем нотки. Верхние ноты. Мандарин, кардамон, нероли, мускатный орех. О, нероли здесь есть. Мои любимые. Кто-то я его так обалдею. У меня аж мурашки пошли. Мандарин, мандарин. Он красивый. Я люблю мандаринчики в ароматах. Они красиво звучат. С обрамленным кардамоном, нероликом, еще мускатным орехом. Это верхние нотки. Не могу действительно не оторваться. Ноты сердца. Сантал, жасмин, шафран тоже. Роза. Кулфи. Это индийское мороженое. Кто-нибудь знает такое индийское курси? Я не пробовала, поэтому не знаю. Но это звучит очень, очень все это вместе. Очень вкусно. Очень кайфово, шикарно. Так, и базовые у нас ноты. Мускус, амбра, ваниль, древесный аккорд. Древесный аккорд мастикового дерева. И направление этого аромата древесно-пряный. Да, действительно. Да, здесь все. И мускус, и амбра, и деревяшечки. Вот мандаричка, неролички, мой любимый. Мускатный орех, сантал, жасмин, шафран. Все собрали. Звучит просто божественно. Просто наслаждение какое-то. Вот это я обязательно сейчас, в ближайшее будущее, возможно, вот сейчас, вот до конца мая, точно, вот в таком флаконе приобрету вот этот аромат с жестами, только я. И вот буду носить его только я, ни у кого такого аромата не будет, буду наслаждаться. Ни у кого, я ни у кого не встречала, нигде вот это звучание, это что-то с чем-то. Это буду наслаждаться, действительно, кайфовать. Все, лето, и летом буду носить. Здесь есть также свежесть, мандаринчики, неролики, деревяшечки, сантал, жасмин, это тоже же все дает свежесть. Поэтому, мне кажется, спокойно зайдет на лето. И гурманика здесь, видите, и мороженое индийское, и все. Деревяшечки, мастиковое дерево. В общем, все. Аромат шикарный. Вот это, вот это, вот это, вот все. Это вот мне сейчас прям в хотелках, я прям его приобрету и буду наслаждаться. Пока что наслаждаюсь инсайтом. Тоже вот такой шикарный, тоже такой притягательный. Тоже классно. И вот это, вот это прям, это что-то с чем-то. Так что вот, вот такое вот знакомство мое с флюидами нишевой парфюмерии компании Ciel. Вот вам тоже познакомила. Получается, с 3 женских к 3 унисекса. Мужское приобрету, выберу. Мужчине, ну возьму вот такие вот, какой ему больше понравится, такой приобрету. Потом тоже вас познакомлю, расскажу, что и как, свои впечатления. Мужские я не пробовала. Вот, ну вот хочу, у меня сейчас у мужа скоро день рождения, я ему хочу приобрести такой ароматик. Вот, и если я с вами поделюсь, я вам тоже все расскажу. В общем, вот такое у меня видео. Познакомила вас люди с компанией, с их нишевой парфюмерией. Парфюмерия действительно загадочная, вся линейка шикарная, многогранная. Поэтому тестируйте, приобретайте пробники, они недорогие. Тестируйте и наслаждайтесь, и будьте не такими, как все. Вот, и все ссылочки будут на ароматы, естественно, внизу в инфобоксе. Ссылочка на каталог, даже вот можете сравнить, скину на каталог ссылочку компании CL. И ссылочку на регистрацию, кто захочет зарегистрироваться и приобретать эту парфюмерию дешевле, пожалуйста, регистрируйтесь, проходите. И оставлю, конечно же, номер своей дисконтной карты, номер клиента моего. По нему вы можете спокойно тоже зайти и также со скидочкой приобретать, не регистрируйтесь, пожалуйста, если вам так удобно, пользуйтесь, мне не жалко. Приобретайте и БАДы, и витамины, и парфюмерию. В общем, там посмотрите, там все из косметика. У них там и гели для стирки, и для душа, и шампуни, и уходовая косметика. Ну, все, все там есть. Даже еще там у них есть правильное питание, вот это все, вот это вот здоровое питание. Вот Сибирь, на 2-м, Сиэль это есть, все. И там, и там, они сейчас объединились, поэтому будет, получается, что Сиэль компания работает до 15-го мая, потом, в смысле, сайт закрывается, полностью переходит в Сибирь и Велнос, и уже там все продукция Сиэль, и Сибирь и Велнос все будет в одном вот этой продукции. И вот поэтому я оставлю вот именно туда ссылочку и номер карты. Вот, проходите, знакомьтесь, приобретайте. Вот, и что я еще хотела сказать-то. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен и на Телеграм. Более подробную информацию, если хотите узнать, пишите мне в Телеграм. Там уже более подробно я вам напишу, даже, может, там и голосовой можно записать. Расскажу, что и как, если вас заинтересует. Вот, и, кстати, компания Сиэль работает на международном рынке, то есть и с Европой. То есть Европа, Америка, не знаю, Америка навряд ли. А вот Европа, это Италия, Франция, да, Германия. Вот это они, пожалуйста, тоже можете это также заказывать и в онлайн, и по интернету. И вам тоже, возможно, и у вас, может, магазинчики такие есть. Смотрите, Сибирь и Велнос открыты. Там можно приобретать по номеру карты, или, если вы зарегистрируете, то у вас будет пристроен свой номер клиента. И будете там продукцию приобретать, если есть магазин. Если нет, также в интернете, пожалуйста, все доходит в любую страну. Так что, в общем, все. На этом видео я свое заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Ставьте, пожалуйста, обязательно лайк на это видео, чтобы как можно больше людей увидели и познакомились с этой компанией, да. Тем более, цены адекватные очень. А звучание еще подстать любым дорогим нишам. Загадочный аромат. Вот. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи. Пока-пока.